Заказчик нового дворца спорта в северо-западной части города, муниципальное унитарное предприятие «Строинвест Солнечногорск» освобожден от уплаты в местный бюджет аренды земли под стройплощадкой. Такое решение депутаты приняли, учитывая социальную значимость объекта. Программа, доступная жилье для молодых семей. На начальные работы по ее реализации районная администрация уже выделила некоторые средства. Определены заказчик и проектировщик. Утвержден список участников проекта. 41 семья. Мы подавали на 150 участников, но отбор очень жесткий. Значит, люди должны быть, с одной стороны, нуждающимся в соответствии с жилищным кодексом, статья 51, с другой стороны, иметь средства для начального взноса, это 40%. Далее депутаты уточнили план текущего и капитального ремонта в жилого фонда на 2006 год. Из него исключили 7 адресов по улицам Банковская, Колхозная, Сенежский проспект. По словам генерального директора Солнечногорского городского хозяйства Дмитрия Полякова, ремонтные работы там уже завершены. Они были выполнены вне рамок бюджета, то есть из других источников. А в бюджет мы закладывали определенные средства и просят поэтому вот эти средства перераспределить на другие адреса. Депутаты постановили, что сэкономленные бюджетные средства будут направлены на капитальный ремонт нескольких домов по улицам Почтовая, Ленинградская, Вертлинская, Дзержинского. Управление многоквартирными домами. Согласно новому законодательству, собственники квартир должны выбрать один из трех способов управления жильем. Самостоятельное, кооперативом, либо товариществом собственников, или управляющей организацией. Председатель комитета по ЖКХ Анатолий Марченко доложил, что на эту тему были проведены собрания со старшими по домам. Соответствующая разъяснительная работа проведена и с населением. К сегодняшнему дню, говорят коммунальщики, уже создано товарищество собственников жилья в поселке Кривцово. На очереди Андреевка. К сожалению, данный закон имеет и обратную тенденцию. В поселке Поварова два ТСЖ обратились с заявлением в МУП Поварова сервис на содержание и обслуживание. То есть они через налоговые органы самоликвидировались. В довершение депутаты приняли новые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Они вступят в силу с января 2007 года. Сумма коммунальных платежей населения района вырастет в среднем на 12,6%. Чиновники говорят, это связано с увеличением тарифов на электро- и теплоснабжение, утвержденных Министерством экономики области и структурами топливно-энергетического комплекса.